Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова! Благодать и мир вам, дорогие друзья, которые находятся с нами в прямом эфире! Сегодня у нас 30 декабря 2018 год. И вот перед началом проповеди, перед молитвой, я желаю поделиться словом Священного Писания, которое записано в послании к римлянам. Шестая глава, прочитаем со 2 стиха по 13. Римлянам, шестая глава, со 2 стиха. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертных ваших телах, в вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте членам ваших грехового орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу – орудия праведности. Я желаю оставить наше внимание, направить на второй стих, на третий стих шестой главы. Неужели не знаете, что все мы, дорогая церковь, это прекрасное слово «все мы», «все мы» соединены в одно, прекрасное. Что соединяет нас по местную церковь? Ну, первое – это, мы скажем, землячество. Наверное, мы замечали, когда мы поем общим пением, говорю, о, а у нас в Чемкенте так пели, а у нас в Алма-Ате немного по-другому пели. И эти вот наши чувства, когда мы еще в детстве друг друга знали, в одной церкви родились, в одной церкви выросли, в одной церкви крестились и переехали сюда, и мы составляем одну новую церковь. Это наши родственные чувства, это сила, родственные чувства, когда мы родные по крови, брат и сестра, отец и мать, сыновья, дети, сваты, когда они знали друг друга, а через детей наших мы стали родными. Это сильные чувства, это нас соединяет в одно целое. Но этого недостаточно. Тогда это был бы просто хороший клуб, извините меня за выражение, хорошее общество, и оно так легко бы могло распасться. Но здесь говорится, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть его крестились? Крестившиеся, то есть соединившиеся во Христа Иисуса. Я помню, в молодые годы я работал, когда пошел на новое место работы, на мебельную фабрику, и там у нас много братьев немцев работало, были пожилые, молодые. И потом, когда узнали, что я принадлежу к церкви, я христианин, и мы как-то за столом сидели, в столовой, подошел бригадир, говорит, старшему там брату у нас был, Яков, немец, он говорит, Яша, ну вот вы, немцы, говорит, вы там одна секта у вас, как вы хохла взяли к себе? Он говорит, ну это же не от нации зависит, мы во Христе, братья. Он говорит, ну понятно, вы по Христу одна секта. Вот это вот родство во Христе Иисусе, когда мы одной кровью искуплены, когда мы во Христе соединены, вот это сила, соединяющая нас все мы, одна церковь, одна семья, одно тело Христово. Апостол Павел, чуть далее, в послании к Коринфянам, мне так нравится это место Священного Писания, первое послание, 12, 12 стих, 12, 12 глава, 12, 13. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы, одним духом крестились в одно тело, иудеи и елены, рабы и свободны, и все напоены одним духом. Вот это вот духовное родство, вот это крещение духом святым в тело Иисуса Христа. Вот сюда не только все мы, наша поместная церковь Стойкалыша, но и те друзья, которые находятся далеко, и в другом городе, и в другой стране, все соединены кровью Иисуса Христа в одно тело, в одну церковь, которую Христос возлюбил, и Он дал звание высокое, Он назвал детьми нас. Вы сыны и дочери через Иисуса Христа, праведника, через смерть Его, через кровь Его, пролитую на кресте Голговском, которая омыла нас от греха в день искупления нашего, и мы одним духом в одну церковь соединены. Это незыблемое, это вечное родство. И нету силы, чтоб смогла нас разлучить с Отцом Христа. Он отдал высокое звание, но за это цена уплочена очень высокая. Послание к Ефесинам, пятая глава, с 25-го стиха до 27-го. «И Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Дорогие братья и сестры, это звание, в которое нас ввел Иисус Христос. Это путь освящения, которому нас приготовляет Дух Святой, через Слово Его, через действие внутри нас. К славной встрече, когда мы Церковь Христова всех времен, со всех концов земли соберемся вместе. это чудная встреча. Дорогие братья и сестры, а какая сила есть, которая может разлучить друзей друг с другом, родственников друг с другом, когда они не хотят более встречаться, и более того, в Церкви разлучить с тем, который сына своего не пощадил, а дал. одно слово некрасивое, короткое, грех. Бывают трагедии в семье, когда муж и жена, это одно целое, соединенное, разрываются. Это в глазах Бога неправильно, это грех, Бог ненавидит этот развод. Что там произошло? Я понимаю грех. Бывают, друзья разлучаются и более даже не хотят встречаться. Там грех какой-то есть. Бывает, человек теряет отношение с Богом. Не Бог с человеком теряет отношение, человек с Богом, потому что там есть стена, грех. Бог святой не может смотреть на согрешение. Бог святой, он святый, нет в нем никакой нечистоты. Он любит чистосердечие и открытых отношений. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мне как-то брат на молитве нашей подарил одну мысль хорошую. Вот все мы еще в одном месте встречаются. Помните апостола Иакова? Хороший брат Иаков, но такой строгий. И он говорит не оскорбительно, а он говорит прямо. Третья глава послания Иакова, второй стих. Иакова 3,2. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Здесь Иаков говорит о нашем органе, маленьком, но страшном. Знаете, я так думал, есть люди, которые очень разговорчивы, которые мало говорят, а есть, которые глухонемые. Знаете, иногда так я думал, лучше бы, как сказать, речь короче была бы, тогда меньше надо было бы извиняться или меньше бы сокрушаться пред Господом. Но знаете, когда мы читаем Откровение, книгу, то там вечности все сидят глухонемые и святые. Или нет? Нет. Там восклицают и славят Бога устами своими, воспевают день и ночь, свят, свят Бог Саваоф. Ему слава принадлежит. Я верю, что нашими устами, нашей речью мы будем славить всю вечность Бога. Это прекрасный дар, который дал нам Бог. Но Яков говорит, ну, в этом нужно быть осторожными. И он говорит здесь такие слова, опять-таки, все мы. В церкви поместной, в нашей, в любой, есть духовно устоявшиеся, духовно совершенные служители, братья и сестры, есть новообращенные, младенцы во Христе, которых необходимо питать духовной пищей, даже есть те, которые поступают по плоти и все согрешают. Если бы Яков сказал все вы, я бы не мог такого слова сказать в церкви, дорогие братья и сестры, но Яков здесь написал все мы, пресвитеры, диаконы, проповедники, регенты, хористы, пианисты, преподаватели воскресной школы, активные члены и неактивные, дорогие братья и сестры, с высот Яков не хочет нас прихлопнуть, а немного показать нашу внутренность и говорит, все мы много согрешаем. Я не говорю о грехе, который человек, о котором в слове говорится, если мы, познавшие истину, произвольно грешим, то есть делаем грех, практикуем, не об этом речь идет, а речь идет о повседневной нашей жизни, о наших внутренних, о зависти, о разногласиях, о ссорах, о распрях. Это разделяет нас друг с другом, это разделяет нас с Богом. Дорогие братья и сестры, книга 2018-го, она заканчивается, осталось один с половиной листочка чистых, еще не написанных. Дорогие братья и сестра, в преддверии, вот завтра, даст Бог жизни, мы соберемся вечером и будем провожать год ушедший. Сколько благословений мы имели в прошедшем году, невозможно будет исчислить и предстать Господом и возблагодарить. Но и в то же время мы оглянемся и посмотрим на нашу книгу, что написано у меня у тебя, дорогой брат и сестра. Это слово, оно обличило меня в первую очередь. Я желал бы, чтобы это слово было направлено к тебе, дорогой брат и сестра. Короткое слово, все мы. Сюда входит не только поместная церковь, все, которые нас слушают, которые находятся вокруг, но слово направлено лично сегодня к одному человеку. Тебе, дорогой брат и сестра, и ко мне. Все мы много согрешаем. Сегодня еще будет проповедь, еще будет слово говориться в песнопении, в стихотворении, в молитвах. Пусть слово работает в сердце моем, в сердце твоем, но вот пред Господом слово Яков говорит, все мы много согрешаем. Знаете, Бог является инициатором нашего спасения. Он возлюбил нас так, что послал Сына Своего Единородного. Бог является инициатором нашего духовного возрастания, чтобы мы, чтобы грех не царствовал в нашем теле, чтобы мы имели победу, мы имеем победу, мы имеем силу над грехом, мы имеем силу отражать во всех искушениях наших и выйти победителем. Сила в Боге, который дал нам Духа Святого, который наполнил нас, который напоил нас, который утверждает нас, соединил в одну церковь, и Он дает нам силы. Мы никогда не можем оправдаться пред Господом. Ну вот, не устоял, упал. Если упал, не устоял, то есть путь, есть путь освящения, есть путь прощения, есть путь восстановления отношений с Богом и друг с другом. Опять то же слово, которое записал другой апостол, прекрасный, который был из трех самоблизко, один Иаков, а впереди Иоанн. Первое послание, первая глава, седьмой стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды, это святой Бог, Который любит нас, Который сделал все возможное, чтобы мы имели жизнь вечную, прекрасную здесь, на земле, и вечность с Ним. Он нас ведет путем освящения, и путь освящения – это смирение, посмотреть на внутренность свою, признать и исповедать пред Ним, исповедать молитвы, и Он, будучи верен, простит и очистит от всякой неправды. Я ни в коем случае не хочу поощрить или успокоить тех, которые каким-то образом не устояли, не бодрствовали, упали в грех, согрешили, пребывали в грехе. Есть путь освящения, есть путь очищения – это кровь Иисуса Христа. Наладить отношения с Ним, и тогда не наладятся отношения в церкви, друг с другом. И пусть Господь будет для нас благословением. И вот эти последние дни уходящего года, пусть в сердце у нас останется мысль. Все мы составляем одно тело и глава Христос, который работает над нами и освящает нас, приготовляет к вечности. И все мы, Яков говорит, много согрешаем. И есть путь. И пусть, как добрым пожеланием, останутся последние два стиха послания к римлянам, 6 глава, 12-13 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам вашей греху в орудие неправды. Но представьте себя, как ожившие из мертвых и члены вашей Богу в орудие праведности. Аминь». А имя Его да будет благословено. Поклонимся Господу и прославим молитвах.